Ну что, давно какой-то жести в Словакии не происходило? Чего-то вопиющего, скандального, безнаказанного, в результате чего кто-то поплатился своей жизнью и здоровьем? Это вам только кажется. Здравствуйте, дорогие друзья, незнакомцы с интернета. Я Майя, Белорусско-Словакия, также студент пятого курса медицинского факультета в Университете Каменского в Братиславе. И добро пожаловать в эту очередную новую историю трэш-новостей из моей словацкой жизни, мои словацкие новости. Что ж, конечно же, понятно, что в мире происходят гораздо более масштабные катастрофы, всё ещё идёт война, уже год, какая жесть. И просто каждый день в мире происходит какая-то трагедия, какое-то несчастье, какая-то боль. Но как студент медики встречаются всем этим ещё и на другом уровне, или узнаю истории, в которые просто сложно поверить. И сегодня одна из них. Несколько месяцев назад в одной из главных больниц Братиславы, в одной из главных офтальмологических клиник, которая относится, кстати, к нашему университету Каменского, произошла очередная вопиющая несправедливость. Врач, докторка, офтальмологичка прооперировала пациенту, выоперовала, вырезала здоровый глаз. У пациента, пациент лёг на операцию, был госпитализирован с одним здоровым глазом и одним очень-очень больным глазом. Возможно, дело было именно в онкологическом заболевании, поскольку, как я узнала чуть позднее, уже лично познакомившись с этой восхитительной профессионалкой, она специализируется именно на онкологии, именно на онкологии глаза. Врач, докторка эта моя любимая, вырезала человеку здоровый глаз. В итоге больной глаз после этого, естественно, тоже должны были удалить и удалили, и человек, вместо того, чтобы остаться с одним здоровым глазом, остался вообще без глаз, вообще без зрения до конца своей жизни. Последствия. Последствия. Конечно же, какое наказание? Понесли врачи, вся команда, но особенно хирург, оперирующий, оперирующая врач. Угадайте. Угадайте с нуля раз, с одного. Никакого. Вообще, вообще ничего ей не сделали. Она, как работала раньше, работает. Говорили, что её на какое-то время отстраняли, но чуть нифига подобного. Она вот обучает нас, студентов, как раньше, экзаминирует всех, унижает иногда, она такая интересная женщина. Оперирует, я уверена, тоже, как и раньше. Абсолютно никаких последствий для человека. И теперь фраза «Лекарна словэнску можевшетко», то есть врач Словакии может позволить себе всё, что угодно, обретает просто полноценнейший свой смысл. Кто-то в её оправдании говорит, что «ну, она не виновата», что это ошибся или кто-то из команды, из санитаров или операционных медсестёр, что заклеил не тот глаз, или что вообще врач, личный офтальмолог пациента, который послал его в эту больницу, в эту клинику на эту операцию, что он в его медкарте указал неправильный глаз, как больной. Но ты, вот ты оперирующий хирург, офтальмолог в этой ситуации. То есть семь раз отмерь, один раз отрежь, это, ну, это же, это же буквально в этой ситуации. Неужели нельзя было один раз перепроверить, и просто в моих глазах эту женщину, этого врача, вообще не оправдывает. Я, кстати, почему-то сначала думала, что она какого-нибудь очень преклонного возраста, сама, может, уже подослепла, и всё такое, но она вполне, не знаю, налит, налит, налит ей, ей вет 40, на вид ей лет 40, 45, может. Я очень плохо ещё визуально возраст людей определяю, ну, пожалуй, не 30, но и не 50, ладно, может, 40 до 50, ну, просто неважно, это же, ну, разве в медицине нас не учат, что нужно лишний раз всё дезинфицировать, лишний раз всё перепроверить, ну, ладно, всякое бывает, всякое бывает, но плохо, что оно бывает, и остаётся абсолютно безнаказанным, но это нас возвращает ещё и к проблеме всего здравоохранительства, всего, всей системы здравоохранения в Словакии и ужасной нехватки дефицита врачей, так что, да, ну, и, естественно, после таких историй ещё меньше хочется становиться как врачом, так и пациентом в Словакии, и это сильно подрывает доверие, и всё, что возможно. Такая прекрасная история произошла. Я извиняюсь, если я как-то веду себя ненормальнее, более заикасте, короче, я две недели сидела просто зубрива в термологию, и в целом сложно было заставить себя сесть на камеру, если честно, уже давно и комментарии боюсь читать, потому что, потому что, ну, кстати, должна сказать, что в прошлый раз была приятно удивлена под последним видео, на данный момент последнее видео это про то, как я немецкий, учу, и почему комментарии были, в общем-то, почти все хорошие, вот, так что я была приятно удивлена, но всё ещё я как-то чувствую потребность высказаться, выложить что-то, неважно, насколько, как, кому, что кажется, насколько у меня хорошо-нехорошо это получается, насколько я сама в себе сомневаюсь, я чувствую, что должна и буду продолжать это делать, это каждый раз как небольшая победа, я не знаю, небольшой вызов, каждое видео это небольшая жизнь, это мы вообще уже дошли от темы, мои словацкие новости. Офтальмология, как вы поняли, закончился у меня блок офтальмологии, как он проходит первую неделю, первые пять дней у вас, у нас практические занятия, ну, сколько там было в практике, как и во всём нашем универе, кот наплакал, так скажем, так что то, что один день у нас выпал из-за госпраздника 17 ноября, день боя за свободу и демократию, кстати, день, который, день освобождения от русской оккупации, день освобождения Чехословакии, великий праздник, ещё лет шесть назад я не понимала, а в чём прикол, а что? Четыре дня у нас будет занятие, первый день мы пришли как раз в эту злосчастную больницу, где работает эта докторка гениальная, я сейчас вообще знаю её имя, знаю её фамилию, но проблема в том, что она ещё иногда бывает, как иногда, то есть ко мне она была даже слишком милой и доброй, и у меня сейчас внутри очень смешанные чувства, ну, в общем, первый же день она пришла, сделала нам праздничку, то есть посмотрела, кто есть, кого нет, меня сразу же спросила, откуда я, главное, моего одногруппника с арабским именем, фамилией, то есть абсолютно-абсолютно иностранным, не словацким, не спросила, что он, откуда он, меня спросила, откуда я, спросила, не из Украины, не из Украины, что такое с мозгом, ретроградные планеты всего мира, что происходит, спросила меня, не из Украины ли я, я говорю, нет, я из Беларуси, она ответила, ого, и тебе вот хотелось прям так далеко переться, сюда учиться, я такая, ну да, но опять же, я такой человек, что я эту фразу восприняла как наезд, а у меня потом одногруппник говорит, ой, она так мила, она вот только тебя всей группы переспросила, поинтересовалась, я думаю, да, это был жест такого внимания, заботы, это был жест милоты, момент милоты, ну, спасибо, хорошо, вот, показали нам презентацию какую-то, ни в один из четырех дней мы пациентов не видели, нам показывали какую-то презентацию, показывали, как отделение само выглядит, разные предметы, разные устройства для обследования пациентов, короче, всякую теоретическую воду, и то довольно мало, получить нам нужно было, конечно, как всегда, намного больше, закончилась неделя этой теоретической подготовки, подготовки в кавычках, и уже на следующей неделе после этого, то есть на этой неделе, если вы понимаете, уже ждал нас всех устный экзамен, а также последний день практики, последний день практики, по сути, то, что это все, что он из себя представлял, то, что мы пришли, написали тестик, на тестик нужно было выучить 500 вопросов, у нас были ответы на них, но не все они были правильные, и врачам тоже не хотелось разбираться, где что-то вечно правильно, где нет, тоже типичная история, нужно было выучить 500 вопросов, из них мы получили 20, у нас было 20 минут, по сути, сколько бы мы захотели времени нам бы дали, чтобы на них ответить, нужно было набрать хотя бы, хотя бы на 13 вопросов, 20 нужно было ответить правильно, что довольно супер, очень низкий проходной балл для меда, где обычно от нас требуют, блин, одна ошибка, ноль ошибок, идеально, да, спасибо, от вас, студентов, ноль ошибок, а от нас потом вырезанные, здоровые глаза, искалечивание пациентов, пожалуйста, безо всяких последствий, это я уже об этом говорю, так спокойно, не знаю, спокойно ли, но, как так совпало, я представить себе не могла, что я лично познакомлюсь с этим врачом, я представить не могла, что она вообще имеет право до сих пор работать, лечить людей, оперировать людей, обучать людей, вам, наверное, может показаться, что я рассказываю только о плохом, но я рассказываю блесточка, но я рассказываю только о том, с чем сталкиваюсь сама, по своему личному учебному опыту, и как-то так вышло, что не весь он, что весь он не настолько уж и позитивный, а на что-то другое, более креативное у меня как-то сил пока нет. Мендик пятого курса это не dead inside, это не мертвый внутри, это outside, это уже мертвый снаружи, снаружи. чем более плохо эмоционально себя чувствую, тем ярче крашусь. Ну, вы поняли, да? Так, готовы ли лись к экзамену устному, который следовал после теста, на следующей неделе после практики, мы, я 10 дней, ровно 10 дней начала учиться за два дня до начала теоретического обучения, до недели практики. И закончила, в общем-то, во вторник, вчера, 22 ноября, я сдала устный экзамен. Как всегда, обучали нас не как, а на экзамен нужно было выучить прям офигеть-офигеть как, я могу себе вполне представить, что такой устный экзамен могли бы попросить сдать офтальмологов на экзамене на специализацию, на аттестацию, потому что действительно такие вещи, просто каждый вид рака, каждый вид инфекции, каждой мельчайшей структуры в таких подробностях. Не буду вам говорить, что я две недели не спала, училась просто круглыми сутками, это и так понятно, это и так видно, наверное. Я училась как могла, я правда очень старалась, я сделала все возможное, я знала самое главное. Главное нужно, чтобы от зубов отлетала анатомия всех структур, всех слоев, всех структур, рефлексные, облуки, дороги, тракты. Я, извините, я не говорю по-русски, неврологически, как проходит дорога, рефлексов всех. вы, наверное, понимаете, если нет, это нормально, я сама себя тоже часто не понимаю, думаю все больше о психиатрии, если честно. Прихожу я на экзамен к этой женщине, к этой докторке, и она была милой, она была невероятно очень милой, наверное, иногда кажется, что я воспринимаю все социальное взаимодействие не так, как другие люди. Когда мне сказал одногруппник, что она мило спросила, откуда я поволновалась за меня, я подумала, что это она на меня наезжает, а сейчас, когда я подумала, боже, она была такой зайчкой, ласточкой, милашкой, тоже мне сказали, ну ладно, было мило, что она в итоге дала хорошую оценку, вау, спойлер, и не мило, то, что она довольно жестко и детально докапывалась, задавала очень много вопросов, собственно, из-за которых я почувствовала себя вообще очень-очень тупой, было стыдно даже глаза ей в глаза смотреть. Короче, вытянула три вопроса из 80-ти, все, и суперсложные, и суперлегкие, такие, что, как говорят словаки, да, можно как-то ответить, что-то я ей сказала, чуть-чуть что-то себе на бумажке написала, но от дичайшего стресса и недосыпа я начала путать и забывать самое элементарное, вот эту вот основу основ, вот эту анатомию, и я была уверена, что меня после этого выгонят. После моего ответа мне задавала эта женщина, хирург великий, офтальмолог великий, эта женщина задавала много детальных вопросов, особенно про рак, особенно про операции глаза, про диагностику разных видов рака, вот детально про как проходит операция, как именно мы лечим людей, да, но она же профи в этом. Ой, она заслужила, а это разве нет? Если ее закон никак не накажет, министерство здравоохранения, есть целый урод, доклад у нас работ на старост ливосте, если целый, если целое учреждение, работа которого контролировать, медицинский персонал, их работу, не совершает ли какие-то ошибки, если вот никто, никакие органы власти ее, короче, не наказывают, то что я уже не имею права своим черным юмором ее пообливать, поосуждать, пообсирать немножко. Меня мучает совесть за то, что, короче, вообще задавала намного детальных вопросов. Я почти ни на что не могла ответить и вообще забыла и офтальмологию всю, и словацкий, короче, чувствовала себя отвратительно. Мне было стыдно ей даже в глаза смотреть после ответа. Она просто сказала мне «Ну все, ты свободна, пока». Выхожу я, думаю, не понимая, сделала я, не сделала, что меня ждет. Я уже, в принципе, была готова к пересдаче. Открываю ICE, электронную систему, где выставляются все наши оценки за все экзамены, как зачетка наша, наш онлайн профиль каждого студента. И смотрю, что у меня стоит А. Смотрю, что у меня стоит самая высокая оценка за, мне кажется, самый позорный, ужасный ответ на экзамен в моем жизни. Может, на том, я только еще хуже позорилась. Тоже была такая веселенькая история. Она в конце меня еще нахвалила, какая молодец, что учусь за границей, не на своем языке, на чужом языке. И это просто... Я не знаю, как что чувствовать, как относиться к этому человеку. Со мной она была просто солнышко. Но эта ситуация, но ситуация с тем несчастным пациентом... Очень странно. Ну, а насчет экзамена это очередное доказательство того, что неважно, сколько ты учился, сколько ты готовился, зависит почти все, как будто бы, от преподавателя. Ладно, ну, не так я ужасно отвечала, возможно, как я рассказываю. Ну, что-то по делу я говорила, но то, сколько тупило и сколько путалось в основе основ, то есть меня можно было за это выгнать, поставить мне самую лучшую оценку. Интересно. Это первый раз в жизни, когда меня на экзамене хвалили. Хвалили за такой позор. Такая вот интересная, веселая история получилась. Так, так прошли последние мои две недели в Словакии. Спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Пожалуйста, смотрите другие видео на моем канале, подписывайтесь на другие мои социальные сети. Можете написать комментарий, приятный, только приятный. Я не знаю, захватит ли мне смелости посмотреть. Смейтесь, сияйте, и следуйте за мечтой вместе со мной. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!